МЧС «Россия» По время церемонии открытия торжественных моментов хватало. Удачи на рубежах ребятам пожелали военные, ветераны Великой Отечественной войны, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрициус. Здесь же еще до начала состязаний наградили воспитанника Оконечниковской средней школы Эдуарда Казанцева. Он получил знак «Горячее сердце». Парень спас женщину из горящего дома. Поздравляю тебя и благодарю тебя за это. Три дня было у участников на то, чтобы выполнить нормы ГТО и проявить себя в конкурсах. Огневой рубеж, военно-патриотическая игра, перетягивание каната, разборка и сборка автомата на время, решение теоретических тестовых заданий по истории России, основам безопасности жизнедеятельности, начальной военной подготовки. Но основное внимание в этом году все же нормам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Прыжки, отжимания, бег, метание гранаты, подтягивания. Мы сюда ехали очень с хорошим настроением, нам этого очень хотелось. Тут нам очень понравилось, очень замечательный лагерь, спасибо судьям, организаторам. Думаю, очень многому научились, нам это очень пригодится. С 1995 года в турнире приняли участие более 5000 человек. И каждый год соревнования проходят с особым настроением. Здесь не просто соревнуются, стараются ответить на вопрос, что такое патриотизм, и пытаются понять, за что каждый из этих ребят любит свою родину. В области на протяжении десятков лет работают патриотические клубы. В этом году открыт областной центр. Патриотические центры работали в области, было у нас управление, в образовании было управление патриотическое воспитание, оно было решением губернатора, определено, что должен быть областной военно-патриотический центр. Он сегодня у нас подготовлен, и сегодня он вступил в работу, которая объединяет все центры патриотические области, города, ветераны войны, ветераны военных действий. Все объединены, мы сегодня с ребятами как раз на фоне вот этого первого нашего турнира «Оргата России», сегодня центр именно работает. После трех дней состязания определились победители и призеры патриотического турнира. Так, в конкурсе «Огневой рубеж» в командном зачете победил Горьковский район. В военно-тактической игре, где ребятам нужно было преодолеть немало трудностей и показать все свои туристические навыки, также лидерами признаны горьковчане. В интеллектуальном конкурсе лучше всего себя показали школьники Колоссовского района. На церемонии награждения всем участникам вручили бронзовые, серебряные и золотые значки ГТО в зависимости от результатов сдачи нормативов. По итогам всех испытаний третье место заняла команда Черлакского района, второе – команда Тарского и первое место – сборная Оконечниковского района. Именно этой команде в 2015 году предстоит представить наш регион уже на Всероссийском областном оборонно-спортивном турнире «Орлята России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова